Друзья, привет! Вот эти кадры без преувеличения облетели весь интернет. Об этом сейчас говорят все мировые СМИ. Илон Маск сделал то, что ранее оказалось невозможным. Компания SpaceX впервые смогла вернуть на Землю первую ступень космического корабля Starship. Это самый настоящий прорыв. Это произошло впервые за всю историю космонавтики. Но пока американцы запускают ракеты в космос и даже умудряются вернуть их назад, у нас тоже побиваются рекорды. Даже официальные российские СМИ об этом написали со ссылкой на группу ученых из астраханского ГТУ. Согласно данным, за год в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, больше 2 триллионов рублей преступных доходов. Или 1,2% ВВП. То есть отмывание происходит в макроэкономических масштабах. В масштабах государственного уровня. В этом плане Россия побила абсолютно все рекорды. А все остальные остались где-то сзади глотать пыль. У нас, как вы понимаете, своя ракета. Рекорды по отмыву улетают просто в космос. Кто чем богат, тот тем и рад. В Тамбове же случилась самая настоящая народная любовь. Прямо в самом центре города разбомбили рекламный стенд с афишей шамана. Эх, не патриотично как-то. А сам шаман тем временем пробил традиционные семейные ценности. Он напоказ похвастался, выставил свидетельство о расторжении брака. Официально развелся с женой. Нужно же рассказать об этом на всю страну. Чтобы россияне знали, что это за хранитель такой традиционных семейных ценностей. Но мало того, он совершил комминкаут. Я ж ведь не одинок, понимаете. Я вновь вышел замуж. А Ярик-то? Вновь вышел замуж. За язык его никто не тянул. Возможно, он оговорился, конечно. Но это не точно. На этого теперь патриота полюбуйтесь. Ряженый рэпер Ром Мажиган нацепил на себя военную форму и, находясь в Ростове, решил показать, какой же он патриот. Ребяточки, мы в Ростове-на-Дону. Вот объясните мне, вот что это за ерунда? Что за магия турецких сериалов? Кому это нужно? Кто-нибудь вообще объяснит мне, зачем это делается? Для чего? На Руси православной. Вот такие плакаты висят. На Руси православной. Напомню, что даже на Пасху в храмы по всей стране приходит менее 3% россиян. Есть официальная статистика. Вот так осталось еще один турок. Не должно на Руси быть магией, а тем более магией турецких сериалов. С точки зрения Ромы на Руси все должно быть ободрано, разбросано, потому что плакатик-то он с собой не забрал. Просто взял, отодрал и он теперь будет болтаться, его оторвет ветром. Очень по-христиански. Очень православно. Очень патриотично. Взял, нагадил и пошел довольный. Красота. А помните этого патриота? Так называемый философ. Конечно, язык не поворачивается его философом назвать, но тем не менее так его называют. Дугин. Очень сильно расстроился, когда увидел результаты опроса, как россияне относятся к происходящему в Украине. А знаете, чему он удивился? Предлагаю рассмотреть результаты опроса немножечко подробнее. Аналитики выяснили и даже привели картину того, как выглядят среднеподдерживающие СО и неподдерживающие. Вот слева вы видите типичного сторонника. Это в среднем 45-летний Скуф, который, конечно же, не ощущает влияния санкций. Он смотрит телек. Большая часть таких находится на Дальнем Востоке. Эти люди не опасаются за свои сбережения, либо не имеют их совсем. Довольны положением дел в стране, даже несмотря на то, что Дальний Восток это такой регион, в который стоило бы все-таки побольше вкладываться. Кто же является средним противником? Это люди, которые не смотрят телевизор, читают телеграм, смотрят ютуб. Недовольны положением дел в стране, больше всего таких находится в столице, на Северном Кавказе. Эти люди опасаются за свои сбережения и чувствуют влияние санкций. Ну и вот смотрите, если в процентном соотношении возраст. Как вы видите, больше всего поддерживающих среди пенсионеров. Путриотичные пенсионеры сами, конечно же, воевать не поедут. Но вот руками чужих детей почему бы и нет? А не поддерживающих, наоборот, больше среди молодежи до 30 лет. Это как раз люди. Современные, прогрессивные, которые пользуются разными источниками информации, не смотрят телек. Как будто бы есть тенденция, да, некоторая, но интересная дальше. Дугин возмутился вот этому срезу. Поддерживающим и неподдерживающим задали вопрос, где они работают. И вот такие интересные результаты. Большая часть силовиков поддерживает происходящее. Мало того, многим силовикам это просто выгодно. Ну а дальше по списку. Пенсионеры находятся в топе. Легкая промышленность, государственные служащие. Как мы видим, все-таки по большей части поддерживающие это бюджетники. Но больше-то Дугин возмутился самому нижнему пункту. Среди работников науки 85% противники. То есть умные люди, способные рассуждать, способные действительно думать, с высшим образованием, по большей части происходящее не поддерживают. Среди них только 8% поддерживающих. И Дугин-то возмутился, как так, получается, умнейшие из россиян не являются сторонниками. Кстати, как думаете, почему? Интересная, конечно, зависимость. Выходит, что все-таки есть какая-то связь между, так скажем, умственными способностями и всем остальным. И это, я вам так скажу, очень показательно. Ну и хорошие новости сегодня также будут. Во-первых, СМИ пишут, что ключевую ставку в России снова хотят повысить. Эксперты во мнениях, конечно, не сходятся. Но предполагают, что до конца года ставка может повыситься до рекордных 22%. А далее, может быть, и поднимется до 25%. Мало того, средняя ставка по ипотеке уже взлетела выше 23%. Это также абсолютный рекорд, такие рекорды есть у нас. Как это можно назвать, спросите вы. Новый миропорядок, отвечу я. А вот это видео от риэлтор, так сказать, на злобу дня. Что будет в ближайшем обозримом будущем с рынком недвижимости? Если ситуация продолжит развиваться в таком темпе. Квартира недорогая, всего полтора миллиарда. Ставка по ипотеке всего 80%. Вам так повезло. Соседи нешумные, ртом по-старому не говорят, не модно. Ругаются только в мессенджерах. Очень просторная трехкомнатная квартира, 26 квадратных метров. Зал 10 метров и две спали по 5. Смофунитаза настроен под вашу биометрию. Ведь так себе, но доступна функция выбора вида из окна. Планировку квартиры сгенерировала нейросеть. Поэтому вход в квартиру через душевую. Сами понимаете, на квартиры с планировкой от человека льготная ипотека не распространяется. Горячей воды пока нет. Она станет доступна, как только вы оплатите подписку на ЖКХ плюс премиум. Остальное все стандартное. Принимаем платежи в рублях и ракушках. Этот ролик был снят не сегодня и даже не вчера. Но ближайшее будущее предсказано очень даже точно. Ну и что еще одна потрясающая новость. Белгородский губернатор призвал местных жителей самостоятельно восстанавливать дома. Владимир Владимирович, вот в выходные, в субботу и воскресенье по Шебеке с Владимиром Николаевичем ездили. Все-таки с учетом обстрелов, как показывает практика, нужно собирать бригады из местных. Они уже понимают, что такой обстрел правильно себя ведут. И уже у них, то есть, нет такого тяжелого бригадам из Старого Скола, из Губкина, даже из Белгорода приезжать и отрабатывать в Аркальнинском, или в Новой Товолжанке, или в Мурме. Это сделать могут только свои. Поэтому, я думаю, что всем главам нужно брать, формировать прям бригады, обучать вопросам безопасности, укрытия, обеспечивать индивидуальными средствами защиты. Другого варианта у нас нет. Принято. Спасибо. Какой же все-таки молодец этот Гладков. Вы, белгородцы, давайте-ка, сами восстанавливайте свои дома. Держитесь там, хорошего вам настроения. Всего самого доброго. А я не прощаюсь.